24 червяня в Гродне отбудется 10-й юбилейный инклюзивный турнир «Белый Кей». Все лето его участниками станут детская и дорослая команда региону. Традиционно в споборностях смагаются дружины, которые складываются с людей с инвалидностью по зроку. Нововведение турнира уладальника Кубка вызначается с допомогой брейн-рынга сирот-переможцев четырех гульнов. «Белый Кей» – это еще один напомин о том, что по обочи живут, вучатся, працуют неведущие люди. По житию яны сподзаются только на слых «Доток» и «Белый Кей». Про особенности инклюзивного выпробования и проектах, накерованных на социализацию людей с замежеваниями, подробностей у рубрицы «Комментары дня». В чем его особенность? В том, что все игроки, все команды, которые до сих пор регистрируются у нас еще, одевают на глаза повязки. Это связано с тем, что часть команд состоит из членов организации «Белтис». И люди, не имеющие проблем со зрением, приезжают просто поддержать этих ребят и почувствовать себя в состоянии незрячего человека. Отвечать на вопросы, думать, одев повязку на глаза – это такое сложное испытание. Тем не менее, мы благодарны тем, кто приезжает. На сегодняшний день у нас зарегистрировалось 12 команд из Волковыска, Щучино, поселка Рось, из города Гродно, конечно. Это и взрослые команды, и детские команды. И все эти люди каждый раз находят время в свой выходной день собраться, приехать и провести 4 часа в напряженной, но очень равной и доброжелательной обстановке. Потому что турниров на самого умного, самого интеллектуального на самом деле много проводится в городе, в области, в стране. А вот такой турнир, он уникальный. Такие турниры практически не проводит никто. Что касается вообще работы с людьми с какими-то ограничениями по здоровью, она целенаправленно ведется. Я пыталась вспомнить, но более 15 лет это точно. Ведется с пользователями как взрослыми, так и детками. С детками работают у нас в библиотеке 4-й и 5-й отдел обслуживания детей Гродненской городской центральной библиотеки имени Макайонка. Работают они с учащимися специальной школы города Гродно. Работают с инклюзивным классом средней школы номер 12, которая здесь недалеко. Ну, за полугодия, мы уже можем говорить о каких-то цифрах, у нас зарегистрировано 50 таких деток по библиотекам города. Забыла упомянуть еще тех, кто посещает дневной центр для детей с ограничениями по здоровью Белорусского общества Красного Креста. Туда ходят наши специалисты с громкими чтениями, с какими-то доступными мастер-классами. Это то, что касается детей. А для взрослой категории это, как правило, те, кто посещают отделение дневного пребывания инвалидов двух центров социального обслуживания населения города Гродно, Октябрьского и Ленинского районов. Вот центр Октябрьского района приходит сюда, в эту библиотеку, где мы сейчас находимся. А Ленинского с ребятами из Ленинского района, потому что они все взрослые, все совершеннолетние, работает наша библиотека на Домровского номер 4. Для них там уже много лет работает клуб «Калейдоскоп» именно только для этой категории. И библиотека номер 5 работает с этой же категорией, работает специфически. То есть вот если за полгода прошло уже 15 мероприятий, то 5 из них — это краеведческие экскурсии. Что это значит? Экскурсии, которые проводит наш библиотекарь, заведующий библиотекой номер 5, при этом она профессиональный экскурсовод в своей биографии, скажем так. Она эту категорию вводит по различным интересным местам в Гродно, около Гродно, куда есть возможность добраться и посвящает их в историю своего родного края. Но акцент бы я, наверное, сделала на тактильных экскурсиях в нашем городе, которые создавались, разрабатывались специалистами нашей библиотечной системы. Что это такое? Ну, во-первых, экскурсии нацелены на категорию слабовидящих и незрячих людей. Разрабатывался первый маршрут был от фаровитов до замков. Он коротенький, он всего 500 метров, но при этом он рассчитан на то, что экскурсанты могут дотронуться до той же Шильды на месте гетто, возле памятника Довиду Городенскому, зайти во дворик музея истории религий, потрогать те скульптуры, которые там стоят, пройти мимо кофейни, выпить чашку кофе, услышать запах специй корицы, кардамона, чего-то такого. Об этом заранее думают наши специалисты. Ну и чтобы понять масштабность того или иного памятника, потому что зачастую, мы это знаем, зачастую незрячие люди, они не очень представляют, понятно, объем, высоту, ширину того или иного здания. Для этого разработан специальный тактильный альбом с тактильными иллюстрациями. Изначально контуры каких-то архитектурных памятников города Гродно разрабатывал наш художник-дизайнер, который работает у нас в отделе. А затем из каких-то материалов, доступных, понятных, сами эти здания выполняли наши библиотекари. Этот альбом всегда берется с собой на все экскурсии. Там и Каложа, и другие здания, известные каждому Гродницу, чтобы оценить масштаб, размеры и так далее. На этом выпуск завершенный. Я разведываюсь с вами. Всего доброго.